Ремонт одной из ключевых туристических трасс завершён в Ивановской области. Федеральный бюджет выделил на работы почти 260 миллионов рублей. Качество обновлённой трассы Шуя-Палих оценила резидент Агимова. Вот Ростов-Иваново-Нижний Новгород примыкает как раз. Сейчас, с которым мы ремонтируем, отсюда начинаем? Да. Как отремонтировали дорогу от Шуя до Палиха, глава региона проверяет лично. По обновлённой трассе Станислав Воскресенский едет на своём автомобиле. Из федерального бюджета выделено почти 260 миллионов рублей. Обновлённая трасса соединит Шую и посёлок Палих, всемирно известный центр лаковой миниатюры. Это один из ключевых туристических маршрутов региона. Кроме того, эта дорога разгрузит Шую от большегрузов, которые идут на Нижний Новгород. Современное дорожное покрытие появилось здесь меньше, чем за месяц. Строили по новой технологии, которая в основном используется на федеральных дорогах с интенсивным движением. Применяли щебёночно-мастичный асфальтобетон. Он прочнее обычного асфальта в 3-4 раза. Так ещё не строили в регионе. Это совсем другое качество. Да, это совсем другое качество. А делали так раньше реконструкцию? Давным-давно так уже не делали. Были отдельные моменты в 2000-х годах. То есть по первый раз за 10 лет? Да, первый раз. Затраты на ремонт солидные, но они оправданы, считает глава региона. В итоге для области дешевле. Лучше вложиться, сделать подороже, зато уже глава не будет болеть болеем. На сегодня отремонтированы три участка. Обход вокруг Шуи, объезд Палиха и участок магистрали Ростов-Иваново-Нижний Новгород. В общей сложности 25,5 километров. Осталось благоустроить часть дороги у деревни Богданиха. Почти 10 километров. Цена вопроса 110 миллионов. С Минтрансом уже договорились. В октябре мы планируем приступить к работам. А мы успеем. В октябре, типа, уже осень. В октябре еще можем работать. Но главное качество еще раз подчеркнул глава региона на совещании с дорожниками. И предложил установить весовой контроль на уже отремонтированной дороге, чтобы лесовозы ее не разбили. Нам нужна качественная дорога вообще от Иваново до Нижнего Новгорода. Мы с вами связались с Москвой, с красными поездами. С октября запускаем ежедневное авиасообщение с Питером. Вот важно и привести в порядок дорогу до Нижнего Новгорода, чтобы мы были связаны с такими сведущими экономическими центрами. В целом на ремонт дорог в Ивановской области в этом году заложено на треть больше, чем в прошлом. Более 850 миллионов рублей. Хочу подчеркнуть, что такой существенный объем средств на ремонтные работы в регионе направляется впервые за последние 6 лет. В этом году благоустроят 57 объектов в 18 районах области. Это дороги в Гаврилово-Пасадском, Кенишемском, Тейковском, Шуйском, Лубском и даже Пучешском районах. Половина из них уже приведена в порядок. Для контроля качества создана специальная комиссия. Кроме того, введено казначейское сопровождение госконтрактов. То есть все расчеты с подрядчиками будут идти через банк, что позволит избежать нецелевого расходования средств. Простая арифметика. Показывает, что уже сэкономлено около 50 миллионов рублей. Чтобы было понимание, это пятая часть дороги, по которой мы сейчас сюда приехали. Поэтому казначейское сопровождение будет тотальным. В Ивановской области люди живут бедно и считают каждую копейку. И мы с вами должны также работать. У нас реально, ну посмотрите, люди каждую копейку считают. И я буду считать каждую копейку. В следующем году региональные власти планируют замкнуть западный обход областного центра и продолжить строительство восточного обхода. Этот проект уже одобрен президентом России. Владимир Путин поручил правительству включить строительство этой магистрали в план модернизации транспортной инфраструктуры страны. Президент Агимова Степан Ерофеев, Вести, Шуи, Палих.